Итак, самое доброе утро. Отъезжай от дома, вот у нас мне в Париж по делу надо. Итак, самое доброе утро. Начинаю серьезный разговор, мальчик. Не попадайте мне под машину. Итак, серьезный разговор. Начну с Марины. Марина, это девочка, которая живет в Италии, в городе Пиза. Она недавно стала делать видео. Очень красивая девочка, очень обаятельная, очень добрая, очень открытая, очень чувствительная, очень... Ну, ребенок золотой, можно сказать. Я как-то так на нее присела и вообще без ее видео уже жить не могу, потому что вот она меня вдохновляет. Вот, если честно, много каналов, но вот что-то не там, что-то как... Да, есть хорошее, но как-то вот нет этой открытой души, как вот есть у Марины. Куда я ее? Как же я еду? Сейчас, сейчас, сейчас. Я прийду, а то все так. Ну, женщины, за руку. Так вот, я хочу поговорить об этой Марине. Моя Мариночка. Бедняжка. Она мне вчера написала письмо. Мы с ней переписываемся иногда. Короче, когда я стала, когда я открыла Марину и Антона, я за Антона тоже обязательно хочу сказать, потому что это два человека, искренние, чистые, которые говорят то, что думают, которые смотрят на мир просто открытыми глазами и как бы радуются всему, что есть вокруг. Без скандалов там, без каких-то там... Ну, в общем, хорошие, позитивные люди. Но! Видимо, позитив кому-то сильно не по душе. Видимо, есть какая-то горстка, горстка таких злопыхателей, таких гаденышей я их называю. Ну, просто гаденышей по-другому сказать не могу. Мне, например, уже по барабану. Я несколько дней назад закрыла доступ к моим комментариям, что можно было оставить комментарий, и я могла его публиковать только после моего удобрения. Там удалила функцию ставить пальчики вверх, пальчики вниз. А потом думаю, да зачем я это делаю? Хася наслаждается. Ну, если... Ну, таким образом я спасаю этих злопыхателей, которые вот... Вот он скинул желчь на моем канале, и я надеюсь, что ему полегчает или нет. Скорее всего, что это женщина. Так вот, по поводу Марины. Когда я открыла Марину для себя, я рассказала об этом видео, и многие мои подписчики, ну, и гаденыши в том числе, они обратили внимание на Марину, и я смотрю комментарии, читаю... Ну, нет, ни одного... Ну, я не читала ни одного комментария какого-то недовольного, что ли, по Марине. Все восхищаются ей, потому что девочка действительно открытая. Она говорит то, что думает. Она чувствует. Она ранимая. Она... Ну, золотой человек, что сказать? Без понтов, без кривляний. Хотя с ее красотой она могла бы как бы покривляться, потому что люди как бы очень красивые, они, как правило, избалованы. Но она удивительно не избалована. Удивительно просто вот с ее внешностью, с такими громадными голубыми глазами. Ну, просто красивая девочка, хочу говорить. Живая, прикольная. Каждое видео начинается там с танца с какого-то у нее. Так как у вас с него вообще приедет? Ну, ладно, дело не в этом. Так вот, эти какие-то гаденыши, они доставали меня там, они меня жалили, они писали мне гадкие комментарии, они мне ставят пальцы вниз там. Если посмотрите на последних видео, особенно 20-25 пальцев вниз, такого никогда не было. У меня 3000 с лишним уже видео. Такого никогда не было. Но сейчас после этого они пойдут по другим видео ставить пальцы вниз. Ставьте пальцы вниз. Потому что, с другой стороны, они делают небольшую услугу. Они помогают мне зарабатывать деньги. Они открывают мой сайт, мое видео и траля-ля, и там и гадят, гадят, гадят. Они хотят меня укусить, но на самом деле они приносят мне как бы прибыль дополнительно. Все знают, что в Ютубе сейчас можно зарабатывать. Это называется монетаризация. Но это опять-таки потом. Я хочу рассказать про Марину. Я просто отвлеклась в сторону, что нет хода без добра, так называемых. Поэтому пишите гадкие комментарии, ставьте пальцы вниз. У меня стоит броня. Я закрылась от всех. Есть очень хорошее... Меня кто-то спрашивал, как вы защищаетесь от этого негатива. Очень-очень-очень просто. Когда я, допустим, получаю плохой комментарий, или даже бывают комментарии хорошие, но в нем скрыта вот эта злость, вот это вот скрыто прям какое-то... Отвращение ко мне, что ли, какое-то. Я чувствую, что человек думает. Я просто мысленно ставлю вокруг себя зеркала зеркалом наружу, а вот этой вот ко мне без зеркала. Я с четырех сторон себя окружаю этими зеркалами. И я могу сказать, что это работает. Это меня научила одна очень мудрая женщина. И вот этот весь негатив, который они пытаются на меня вылить, все эти проклятия, там, все прочее, прочее, это все возвращается к тому, кто... Даже почему у кого-то там почка отвалилась, или что-то, или где-то. Это не я. Я только желаю всегда всем добра, любви, крепкого здоровья, удачи, и желаю всем быть счастливыми. Даже вот этим негативщикам. Я всегда им пишу, ребята, будьте счастливы. Вот вчера делаю видео в Винтерпарке, и стал рассказывать. Эти завистники завидуют моей красоте, моей доброте. Но это не потому, что я сказала, что прям моей красоте. Я, конечно, немножко самокритична тоже. Но лишний раз почему не сказать. Тем более, что у меня такая программа, я сама себе постоянно говорю, какая я красивая, какая я счастливая, какая я свободная, какая я удачливая, и все это прочее. Впрочем, изобилие всего. Так вот, видимо, кто-то категорически не хочет соглашаться с тем, что я красивая, счастливая, и свободная, и удачливая, и что у меня вообще все в ажуре. Но не хотят люди. Ну и хрен с вами, не соглашайтесь. Переубеждать не буду. И вот это же они приходят на мой канал и начинают мне пакостить, пакостить и пакостить. Так вот, что я хотела сказать про Марину. Так как я уже 4 года на Ютьюбе, я привыкла, у меня уже просто выработала защитная реакция. Поначалу я страдала, кидалась на всех, вычисляла кого-то, писала какие-то ответы. Боже, на кого я трачу свои силы? Если кто-то пытается мне испортить жизнь, это невозможно. Ну и на всякий случай, все-таки, как мне сказала вот эта женщина, она говорит, просто, когда ты видишь какой-то негатив в твою сторону, ставь вот эти зеркала, даже можно как бы такой кружок, трубу такую сделать зеркальную, зеркала на ту сторону. А ты сидишь внутри, и эти зеркала отражают всю эту гадость, которая на тебя выливается. И она вся остается на тех, кто слил эту гадость. Так что, это и тебе Марина, и тебе Антон, и вообще все, кому досаждают на интернете, просто вот воспользуйтесь вот этим. Надо реально представить эти зеркала, и как пульки попадают и отлетают. И все попадают, и все идут назад к тем, кто эти пульки отпустил. Да, это опять-таки, это ерунда. Я не об этом хотела сказать. Но самое страшное, что я вчера получаю письмо, и она мне говорит, ты знаешь, мне угрожают моей жизни, мне говорят, что мы тебя убьем. Ну, понятное дело, это бабы там какие-то, прыщавые, может, какие-то неудовлетворенные. Маринка такая красавица, такая вся, муж такой, мачо, мачо, мачо. Конечно, конечно, многие там, ну, нет, не многие, нет, абсолютно все женщины, но есть там какая-то горстка вот этих вот нехороших редисок, которые от зависти лопаются, просто и вот пишут Марине такие гадости. Я сто процентов знаю, что мужчина, мужчина такого женщины не напишет, тем более красивые. У него просто рука не поднимется. Ну, Маринка настолько красива, что, ну, нет на свете мужчины, который написал бы на нее гадость. Я в это твердо верю, и сто процентов. Поэтому пишут, вот это вот, неудовлетворенная какую-то, часть какого-то бабья, их женщинами даже назвать нельзя. Ладно. Так вот, что я хотела сказать в заключении. Ребята, всем, кому досаждают, пишут гадости, матерятся, значит, нажимаете на никнейм этого гаденыша, там, допустим, там, Петя Иванов, к примеру, нажимаете на его никнейм, открывается его страничка в Ютубе, его канал открывается, и внизу спускаетесь в самый низ, с правой стороны внизу там кнопочка «Пожаловаться». Нажимаете эту кнопочку, два раза ее надо нажать, она сразу не открывается. Открывается такой, типа, как тест, надо ответить на вопросы, там несколько вопросов, вам ли угрожают, или вас преследуют, или там прочее. Выбирайте, что конкретно этот человек вам там сделал. Следующий открывается, потом продолжить дальше. Нажимаете дальше на кнопочку, открывается следующее окошечко. Это я так, это я немножко отвлеклась. И там дальше спрашивают, прочее, 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 прочее. И сразу выскакивают плохие комментарии, допустим, того человека, который вам оставил. И вы просто помечаете, помечаете птичкой все плохие комментарии и продолжите. Письмо уходит, и группа, служба Ютуба начинает разбираться. Они, ну, как правило, просто ликвидируют, закрывают этот канал. И даже человек, у которого, допустим, который из одного компьютера пытается несколько раз зарегистрироваться, потом и снова гадить в компьютере, вплоть до того, что через какое-то время просто этому компьютеру конкретному, не человеку, IP так называется, просто запрещен доступ в Ютуб вообще. Посмотреть можно, но регистрироваться нельзя. И тем более, ставить комментарии. Так вот, это все очень просто. И, как бы, да, я понимаю, что это какое-то время, там надо на это потратить, нажать эти кнопочки, но это буквально занимает, там, 3-4 минутки, может, даже меньше. Ну, я думаю, что это надо делать, потому что от грязи сбавляться надо. От грязи сбавляться надо, и я внесла там одно предложение в Ютуб, сейчас я не буду рассказывать. если получится, если, как бы, примут его, то вообще мы тогда будем вообще все на коне. Но рано или поздно это будет. Дальше что есть? У каждого, вот, допустим, у меня есть канал, у каждого, у кого есть каналы, вот кто-то пишет там эти гадости, ставят пальцы вниз, пальцы вниз, например. Есть анализатор, там, рядом с подписчиками есть анализатор. Я не знаю, как он называется на русском, у меня на английском языке все. не успею рассказать, слово приехало заправляться, не успею рассказать. Ладно, быстро-быстро закончу. И вот включаешь этот, нажимаешь на кнопочку анализатора, и там выскакивает, там сколько было просмотров за день, там тра-ля-ля и всякое разное. И там есть пальцы вниз, пальцы вверх, нажимаешь на эту клавишу и показывает, какого числа, в какой стране, сколько человек поставили пальцы вниз. Дальше я дошла, как сказать, я нарыла такого, что я теперь даже вижу, какой город, в каком городе, в какой стране живет тот человек, который ставит мне пальцы вниз. Я не буду сейчас рассказывать про все эти города, конечно, но я даже троих я точно знаю, я троих теперь точно знаю, кто это пишет, в лицо. Ну, пусть пишут. Так вот, из Америки у меня там 9 недоброжелателей, или это один человек, у которого, нет, это не один человек, опять-таки, я же нашла, я там 3, но неважно. Три недоброжелателя, таких постоянных, ярых, кто ставит пальцы вниз, это Россия, три в Украине, один в Молдавии, один в Великобритании, я даже знаю, кто это, и там, и так далее, там все это видно. Так что, я просто хочу сказать, плюс к этому, если вы, допустим, не хотите, чтобы вам ставили пальцы вниз, пальцы вверх, вы просто эту функцию отключаете. Но, с другой стороны, зачем? Хасия наслаждается. Все, я пошла заправляться, всех люблю, целую, будьте здоровы, защищайтесь от негатива, отправляйте все это назад этим гадам. Живите счастливо, пусть удача сопутствует нам всем. Все, до свидания, всех люблю. Пока, пока, пока. Пока. Вот мы всем складываем. До свидания.